добрый день друзья мои давайте на минутку вспомним гипотезу о том что глина засыпавшая города по всей планете и песок появившийся в пустынях это следствие космической катастрофы астероид или астероиды огромных размеров прилетевшие к нам из космических глубин состоящие из песка и глины развалились на части еще в космосе и выпали на землю грязевым дождем эта глина и занесла наши города однако большая ее часть была смыта водой в моря и океаны вытеснила воду и вызвала затопление прибрежных городов сам механизм этой катастрофы я доходчиво описал в частях серии незаметный апокалипсис вроде бы звучит логично но какой я все-таки наивный искренне верю что мои аргументы чего-то стоят но не тут то было те критики что не согласны с моей гипотезой предпочитают попросту не видеть моих аргументов продолжают говорить о кинетической силе столкновения астероида с землей совершенно не учитывая тот факт что до земли долетают только очень плотные объекты состоящие из железа или плотных серикатов вроде базальта гранита тот факт что подавляющее большинство астероидов состоят не из железа а из глины и песка они попросту в упор не видят да и про события в космосе с ними спорить сложно критики считают что на астероид действует лишь гравитация земли и все остальные силы критики также предпочитают попросту не замечать как же быть как спорить с человеком который просто не хочет видеть твоих аргументов никак как говорится насильно мил не будешь однако благодаря некоторым моим подписчикам у меня теперь появился инструмент учитывающий все известные на данный момент силы в космосе и я предлагаю вам вместе со мной проверить мою гипотезу и на компьютерной модели проверить как поведет себя космический объект где я прав а где нет отдельная благодарность моему подписчику ивану попову который не только рассказал об этом инструменте но и оплатил его покупку программа называется universe sandbox и в ней уже заложены все основные формулы и параметры космических объектов кроме того можно создавать объекты с заданными параметрами вручную чем мы и воспользуемся а потому давайте не будем откладывать события в долгий ящик и построим нашу модель вот так выглядит наша солнечная система вот юпитер вот сатурн плутон нептун известные астероиды вот марс а вот земля чтобы не отвлекаться на красивые картинки уберем лишний фон и оставим лишь реальные объекты теперь летим земле вот она красавица наша а вот и наш астероид для начала я поместил его на более короткую орбиту чем предсказал в ролике катастрофа размеры астероида 400 километров в диаметре то есть радиус 200 километров а вот орбита чуть покороче но это нужно лишь для того чтобы симуляция проходила быстрее плотность мы задали 1 и 8 грамма на кубический сантиметр в соответствии с гипотезой кроме всего прочего программа учитывает огромное количество переменных например температура поверхности гравитацию объекта скорость период вращения орбитальный период расстояние до перицентра а по центра температуру поверхности состав в данном случае сто процентно силикаты общую массу объекта а также потерю массы в случае столкновений испарений ну и орбита вытянута давайте посмотрим на наш астероид вот он какой круглый как колобок ну что запускаем поехали опа симуляция остановилась почему потому что с астероидом в этом месте произошло неладное давайте узнаем что видите гравитация планеты растянула его и на нем началось отделение мелких частиц глины и песка в открытый космос вот эти фрагменты это облака пыли и глины вот один такой фрагмент плотность 0 86 радиус 55 километров то есть это облако пыли и и таких облаков много смотрим какие параметры самого астероида изменились теперь началось убывание массы со скоростью 6 килограмм в секунду общая потеря массы уже 432 тонны убираем галочку автоматической остановки симуляции поскольку масса астероида теперь будет убывать непрерывно поехали дальше как видим масса убывает но и скорость убывания массы потихонечку растет а также растет радиус астероида его растягивает приливными силами скорость убывания массы растет уже 33 килограмма в секунду 80 килограмм в секунду мы видим что каждый раз после прохождения рядом с землей из астероида просто вырываются куски материи масса убывает уже со скоростью 400 килограмм в секунду но это еще не предел уже полтонны в секунду астероид плющет его радиус уже 217 километров и 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 Продолжение следует... С каждым витком скорость убывания массы непрерывно растет. От него уже идут целые облака пыли. Масса астероида тает на глазах. Смотрите, во что превратился бывший шар. Все легкие части сдула остались только более плотной конкреции. Теперь астероид теряет больше тонны своей массы в секунду. Две с половиной тонны в секунду. Теперь из него рвется непрерывный поток материи. И все это не газ, а силикаты, кварцевая пыль, песок. Похоже на комету, правда? Вспомните старинные гравюры. Не такие ли кометы там изображены? Астероид теряет больше тонны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а само это облако чуть позже выпало глиняным дождем на Землю, но это уже в другой симуляции, поскольку этот процесс занимает многие десятилетия. Так что же, ударов астероидов не было? Были. И не один раз. Дело в том, что произошедшая несколько сот лет назад катастрофа была гораздо более глобальной, чем мы думаем. И таких астероидов был не один и не два. Но об этом позже. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...